стальной хват россии привет большой подписчики на канале youtube привет большой 22 марта 1623 супруга многоуважаемая которая мне помогает и с испандерами и с отправками вам получила испандер привезла я заказал и бы такой очередной китайский шедевр вот с такими квадратиками могут выделен квадрате какой приехал сейчас все увидите он здесь написан знаете сразу ну китаец китаец блестерочек тут ничего все на китайском языке все абсолютно на китайском языке по принципу сделано коков вот коки да только вот другие койки китайские коки по весу по весу очень смотрится так вот я сейчас протыкаю хлоп сделал протыкаю своим супер ножом вот таким можно приобрести в обители и скажу вам сейчас достаю не знаю может быть все таки под блестером будет больше но хуже обрезали достали гладко до кладко поскрипывает вот такие шильдики что-то на китайском языке одинаково 250 250 не с торца не с боковых поверхностей внутренних а вот с одной стороны здесь ничего очень гладенько очень гладенько а вот здесь площадочка кстати похоже на декатлоновский вариант вот кстати смотрите декатлон похожие площадки только тут двух сторон и доме с этой стороны но это заказ на заводе чего угодно китайцы сделают сделано скажу очень ровненько очень ровненько очень чистенько такие фаски сняты и у основания проволоки входящие в ручку фаски сняты и вот здесь хром такой выделяющийся но накатки нет гладко резиновая до резиновая вставочка внутри вот так сейчас часто стали делать давайте замеряем все таки не буду не буду нажимать ну вот так смотрится ребят сами оцениваете хотели бы вы такой эспандер иметь или не хотели кто-то если сам найдет молодцы не найдет заказывайте в общем то тут не коммерции ради это все приобреталось интересно самому посмотреть но вот на данный момент ну вот так 68 68 32 68 5 68 миллиметров давайте посмотрим без площадки конечно должно быть чуть тоньше 19 до 18 6 ну то есть как бы но это заметно что они потоньше четко это видно нулям ну ручка понятно вот это уже как бы такое скажем стандарт абсолютные у всех и у китайцев и у корейцев и американцев и у русских 95 ручка 95 но и пружина на 250 линеечку вы видели пружина 708 7 у меня пружина у капитан третьего ранга кажется ли второго ранга третьего наверно сейчас возьму по мере достаю 49 и 7 сегодня калибровал 49 и 7 сейчас сделаем маленькую паузу и продолжим продолжим то есть паузу тут была совершенно кратчайшая капитан третьего ранга пружина у капитана третьего ранга нет 686 капитан второго ранга то есть проволока на хэви гриф 250 значится заточена у меня такая нагрузка у моряков капитана второго ранга сейчас померяем по нулям так точно вот они 7 и 1 капитан второго ранга и вот хэви гриф 250 вот такой без накатки но сделан аккуратно ребят тут конечно накатка нужно придется работать с магнезией еще раз да вот она 709 и так значит получается капитан второго ранга у меня пятьдесят три пятьдесят семь ну пятьдесят четыре пятьдесят три крайне редко попадается обычно 54 57 расстояние мы померили давайте попробуем ну дотянул причем оно со скрипом так шло достаточно со скрипом сейчас давайте тут же пробрызгаем тут же пробрызгаем причем брызгать надо в принципе в двух местах вот где проволока которая в ручку будет упираться в средний виток и наоборот вот и все то есть на самом деле здесь не нужны такие в общем скажем глубокие глубокое пробрызгивание не требуется но тем не менее я ну стараюсь первый раз фактически даже по кругу пробрызгать хотя здесь видно и щели есть вот видно даже проблескивает на меня так что ну давайте посмотрим что изменится не изменится да лучше закрылась пока я не вижу ну килограммы будут третьего ранга не второго ранга однозначно то есть достаточно ровненько ну вот я все параметры показал вот еще раз этот зубр стали спускаться почему-то к 50 раньше 50 этих фунтов не писали 100 150 вот это начиналось сотни детские запросы пошли что ли непонятно значит сделаем две калибровки калибровка с одной стороны и с другой стороны ну чтобы закрывать этот вопрос скажем так почаще так поехали что за хэви грипп такой тайный даже не знаю может и не хэви грипп вот закрываем ну ну посерьезнее будет вот она маленькая маленький вот видите ровно очень ровно две ручки 52,5 53 килограмма ну вот 250 и у меня какие продаются которые продаются они 45 47 килограмм это вот 53 килограмма ясно другой ну и давайте с другой стороны посмотрим что покажет переворачиваем теперь у нас этикетка будет сверху и так по нулям натягиваем посмотрим «Сверху» со стороны опять же острой хотя здесь все одинаково ровно то есть получается острая сторона в пальце так должно быть получается правильно стороны острый есть некое падение 52 килограмма все 2 и 5 51 и 9 значит не плавность нужно острота под пальца вот так вот он вот такой необычный китаец получен сегодня еще раз тяжело ну магнезии вот так на дико похож на кстати на этом торнео вот накатка торнео такая же точно но все все ребята показал рассказал вот про такого необычного китайца здесь аж это не присутствует хэви грипп то есть что это просто 250 фунтов некой фирмы завод какой-то здесь написан здесь конечно совсем переводчик ну ну все померить чуть не забыл 68 было ну вот сколько тут прожатий прошло 64 стала 4 миллиметра на 4 миллиметра просел но теперь четко по расстоянии морские звания ну тут вот сравнивать сравниваете это как бы по нагрузке примерно должно быть по 55 и 4 по исполнению ну видите да конечно не буду хвалить свое добро нормально все здоровья пока встречаемся в обители